сегодня мы будем готовить национальное блюдо пекания эмвертудо это крестец это кусок говядины мы с ним срезаем жир лишний оставляем и потихонечку режем її зиме режем 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 чем Beck так обереги дурацкий как люди шетчит ой мешочек как интересно смотрите такой мешочек вот он месяц а теперь само двух труд так он Paulo это переверту вnew вывернуть это на изнанку до ладно то есть это блюдо ты говоришь придумано где в бразилии это национальное бразильское блюдо как интересно ты его сейчас аккуратненько выворачиваешь да мы его должны вывернуть то есть толщина вот этих бортиков где-то сантиметра четыре да вот оно по бортикам так это получается инвертруда оно у тебя пока что без маринада без обработки просто мясо да вот мы вывернули ой да получилось такой колпачок гнома такой немножко страшненький так тише у нас запись идет мы его перевернули и у нас инвертруда ага то есть как бы вывернутая наизнанку да и начинаем готовить то чем будем начинять то есть это как бы с начинкой такая штучка да прям большую чугунную а это что такое о так подожди подожди ну ты да давай только как это реактивный ты не передвигайся а то есть просто обжариваешь бекон да на сковородке на остатках углей ну то есть они такие вот подернутые значит у нас бекон пока что обжаривается вот он вот такой вот вот он чуть-чуть подкинули дров серёжа помыл перчик острый да острый зеленый так и что ну да потому что семечки они лишние а то есть они дают как бы дополнительную остроту ненужную и теперь мы его что-то внутрь комментируй а то я говорю больше тебя без акцента ты прекрасный вот посмотреть абсолютно славянский типаж который упорно говорит с акцентом ты немножко друг до подкинул его их осторожнее уже вкусно выглядит осторожнее ага то есть используют оливковое масло да оливковое душистое прямого отжима да и перчик кидаешь в бекон и маслом оливковым ты подожди у нас тут процесс идет шаг а вот как ты понимаешь что вот бекон вот он готов нет ну ну как-то ну постарайся по цвету по запаху ну вот ориентиры какие-то дай нашим телезрителям так сейчас подождите я вам покажу поближе что он готов вот он золотистый вот видите и он немножко уменьшился в размерах уменьшился как бы он золотистый и перец в самом конце острый перец да 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 он чуть-чуть чуть-чуть как бы вот подсемнело вот корочкой покрылся вот он готов золотой охлаждаем охлаждаем ага поняла ну вот бекон готов мы его выложили на бумажную салфеточку чтобы лишний жир у нас сошел стек и сейчас мы будем заниматься томатами томатами нет вот такими вот сухими томатами это это томаты называются вяленые вялеными томатами в масле масло только масло немножко сейчас вот такая вот покупная баночка слегка лишнее сольем в бумажку вот и сейчас я так понимаю что мы эти ингредиенты начнем смешивать да серёг прокомментируй осушаем осушаем слушай серёг а зачем осушаются вот эти вот помидоры чтобы масло было поменьше потому что они в томатах и солны в этом в масле консервация такая в масле поэтому слишком много масла мы немножко это делаем да 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 то есть чтобы она не получилась слишком жирной ну ты знаешь вообще-то вот со свининой как бы с беконом который тоже вот и две вот этих баночки всего лишь вот столько помидорчиков нужно сделать короче консервацию домашнюю по-любому да будет дешевле помидорчиков а сейчас что ты делаешь это сыр чеддер убрём где там грамм наверное 250 грамм ну то есть кубиками да такими небольшими в общем короче можно вообще на тёрке но у нас вариант такой походный ну да дачный а ну как раз вот эти три больших зубчика да 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 поняла с перчиком ну да 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 все ну вот такой даже как бы золотистый поджаристый помидоры помидоры дополнительно ты не разрезаешь это национальное бразильское блюдо то есть необязательно потому что они высушены они сами по себе это небольшие как мешочек такой да за как бы засовываем фаршируем трамбуем трамбуем ой как вкусно прям хочется вот уже стащить что-нибудь слушай так интересно вот по вкусу бекон пропитался острым перчиком и он такой знаешь со стримкой как интересно ну вообще-то как бы как бы я немножко изменил рецепт я пожарил перчик вместе с бекончиком хотя в принципе он заправляет туда поели потому что и получается что мы сейчас этот карманчик как бы за это еще ничего не все так и что дальше а маслица маслица да 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 оливковая чтобы как бы они там все как бы перемешалось все в таком в сочности в такой да 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 потому что говядина же она ну как бы она сама по себе такая давно суховатая шевистая понятно слушай ну в принципе я хочу сказать что рецепт ну прям вот не особо такой сложный ну честно как национально а мне кажется что просто не спалить бекон честно сейчас мы зашьем да зашьем хорошо а ну сейчас расскажешь расскажешь все дальше так а что же происходит дальше дальше посолить да приправками уже покажи какая приправка черный на камеру обычно черный перец а и обязательно маслица не поняла ну да потому что говядина сама по себе она такая немножко маслом и какая подушечка смешная получается рассказывай про угли то есть вот так вот нормально да ну сейчас вот скажи жар где-то градусов но сколько но есть один секрет а что это за секрет обещала интересно так ну слушай поясни а чугунная сковородка для чего ну чтобы как бы жар до ослабить а она дает равномерность да равномерность закрываем и забываем на 35 минут на 35 минут слушай а ну подожди 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 а в этот мешочек требует переворачивания она стояла сейчас на угля где-то минут 50 вот она сейчас в таком состоянии значит угли сергей вот немножечко разогнал разогрел так и сейчас ее нужно перевернуть до приворачиваем аккуратно двумя большими вот такими вилками так и значит сереж сколько прошло по времени по ощущению еще готовится минут так а простояла она она у нас минут 30 хорошо даже 50 плюс 30 и еще где-то минут 25-30 вот она она знаете такая по цвету красновато-коричневая поджарившая и причем чугунная сковородка позволила ее именно готовить долго и она не сгорела и она как бы не совсем да 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 вот она такая приобрела оттенок такой перечневато-коричневый таракотовый прямо сейчас вот этот сергей снимает значит получается сереж в общей сложности она готовилась сколько где-то 50 минут 30 и еще 20 где-то Спасибо, шеф.